Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива». С вами Юрий Гемельфар и Александр Глушенко. Есть такой старый одесский анекдот, когда у одной пожилой одесситки возникло непреодолимое желание купить себе говорящего попугая. Ее предупредили, не покупай у матросов, потому что они неприлично выражаются. Ну понятно, она пришла на привоз, смотрит, там стоит один мариман, продает попугая, попугай красавец просто. Ну, у маримана как-то покупать не очень хорошо, но тут матроса ей говорит, мадам, купите попугая. Она говорит, да вы понимаете, молодой человек, меня предупредили, у моряков попугая ругаются. Он говорит, побойтесь бога, мадам, вы посмотрите, какой попугай красавец. У него на правой лапке синяя ленточка, если ее дернуть, он говорит только по-французски. На левой лапке красная ленточка, если ее дернуть, он говорит по-русски, тут правда незадача, он может выразиться, так вы не дергаете за красную ленту. Ну, у одессинки глаза горят, он говорит, а молодой человек, а если дернуть за обе сразу ленточки, что будет? Тут попугай смотрит на эту даму, поднимает голову и говорит, пардон, муам, мадам, но так и с жерночки ебнуться можно. Так вот, я к чему вспомнил этот анекдот? К тому, что, похоже, нашего национального бункермена дернули за обе ленточки, в результате чего он упал с жердочки. Опять же объясняю, почему у меня такая гипотеза, это мое оценочное осуждение. С этим побеговесим, ну реально, уже с жердочки. Он назначил дату парада на 24 июня, а на 26 июля, в день военно-морского флота, он назначил шествие бессмертного полка. Сань, ты знаешь, вот у меня нет другого ощущения, что за колорадские ленточки, причем за обе сразу, и не только за них, нашего бункермера дернули, и желудочка была высокая. Все, тут тщательно должны разбираться уже, понимаешь, не политики, не экономисты, не военные. Вот просто я называю основные направления деятельности государства вообще, вот той структуры, которой он якобы руководит. Тут должны разбираться исключительно психиатры, психологи, психотерапевты, может быть, геронтологи. Есть такая специальность, которая изучает изменения в организме, связанные с наступлением возраста. Может быть, что-то связанное с гериатрией, есть такая наука тоже в медицине. Может быть, что-то связанное с возникновением уже деменции, понимаешь. Но такое вот упорство, связанное с достойное, вернее, лучшего применения, связанное с нанесением, вот самое интересное, что связанное с нанесением прямого ущерба государству и его жителям, его гражданам. Вот в чем вопрос. Вот просто разбираем все это по трем элементарным пунктам, раскладываем по полочкам. Первое. Прогнозов об изменении эпидемиологической обстановки по состоянию на 24 июня пока нет и быть не может, потому что процесс неуправляемый. Вчера, например, вот вчера, да, какого там, 26 числа, было впервые по Москве максимальное количество, вернее, по стране, максимальное количество умерших за одни сутки. Да, 173 человек. 173. Все говорят, что мы выходим, вот именно показатель вот этой высокой смертности, это как раз есть показатель выхода на плато. Ладно, бог с ним, на плато. Но дело в том, что риск вот этот вот неоправданный. Я понимаю, что разведчики, он же у нас разведчик великий, там, совершает подвиг разведчика. Ганс Клосс, Отто Штирлиц. Значит, он хочет рискнуть с точки зрения вот этой эпидемии или пандемии жизнями солдат, которые пойдут опять в строю. Не, секундочку. Если бы он своей жизнью рисковал до Христа ради, флаг тебе в руки, барабан на шею, билет на ёлку. Пожалуйста. Ради бога. Но он же жизнями других рискует. Вот в чем дело. Он другим подставляет. По тому официальному вранью, которую нам опубликовали после 16 апреля, когда прекратили вот это издевательство над вооруженными силами на вот этом Алабинском плацу, нам сказали, что заболело около 300. Да, официальные данные около 300 военнослужащих. Но я, конечно, господину Шойгу не верю. И то, что в вооруженных силах в целом после расползания из этого Алабинского полигона заболело всего 5000 военнослужащих, тоже не верю. Ладно, но это мое оценочное суждение, мое мнение. Я просто вижу и знаю ситуацию по очковтирательству. Это прямая склонность нашего великого фельдмаршала или генералиссимуса, всего увешанного этими самыми значками. Речь идет совершенно о другом. Вернее, вот мы берем вот это. Почему гражданских жалеют, им хотя бы на месяц отодвинули, а военных не жалеют? Типа, вас вообще не жалко, вы пушечное мясо, вернее, вы коронавирусное мясо, вас можно бросать лопатой в топку, в печку. Не понимая о том, что каждый из этих мальчиков, это просто-напросто чей-то сын, чей-то внук, чей-то брат, чей-то муж. Сань, тебе ведь могут возразить, тебе могут сказать, что военный, а, обязан стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. И второе, что тебе могут возразить, а военные для того и предназначены, чтобы рисковать. Ну, минуточку. Я понимаю, если бы речь шла о том, что там, как Александр Матросов, там, на бразуру с криком, чертов гололеты или еще что-то. Ну. Ну, здесь-то что? Вот, извини меня, здесь жизнями людей рискует ради пьянки. Вот. Вот, извините меня, конечно, но это победописие, это банальная пьянка. Ну, конечно. Да. Конечно. Будут в этот день, вот уже сказали, что в этот день объявят выходной, что в этот день будут народные гуляния. Потом вот эти все так называемые патриоты будут бродить пьяные там по городам, там, ну, я не знаю, там, песни петь, танцевать, там, что-то делать. Вот, сейчас меня вот этот процесс абсолютно не интересует. Меня интересует процесс целенаправленного подрыва, в принципе, боевой готовности. Да. Ведь если эти люди будут болеть, кто будет защищать родину? Ну, в принципе, кто будет защищать родину? Вот, смотри, это мы один только пунктик рассмотрели, что военных не жалко совсем. Дело в том, что он должен рисковать жизнью. Но он должен рисковать жизнью в тех условиях, когда командир принял все меры. Это написано во всех боевых уставах, что когда командир принял все меры, чтобы обеспечить его безопасность, и только в безвыходной ситуации, когда уже не терпит ничего от лагательств, он должен совершить подвиг. А здесь, понимаешь, его бросают вот лопатой, как уголь в топку. Просто идите все и шлепайте там по площади, дышите друг на друга, чихаете, кашляете. Второй пунктик, второй пунктик. Дело в том, что, вот я по трем пунктам разобрал. Второй. Тренировки начинаются второй раз. По тому же плану, на той же местности, с тем же личным составом. Бог с ним. Ладно. Ребята, денюжки, денюжки. Вы там плачете, что у нас лопнет бюджет, если мы вдруг сейчас каждой кухарке выдадим по 10 тысяч, или каждому пенсионеру по 10 тысяч, или каждой семье по 20 тысяч. У вас лопнет бюджет. А вот это вот сжигать солярку, сжигать авиакеросин на этих тренировках, платить командировочные военнослужащим, съезжающимся со всей страны, а это именно выплаты командировочных, содержать дополнительные казарменные помещения для их размещения в этом самом Алабине, а это 15 тысяч человек. Это разве нормально? Вот, понимаете, вы посчитаете только топливо и командировочные, и вы поймете, что за эти деньги можно было построить еще одну инфекционную больницу, как минимум, а может быть даже и несколько, а может быть закупить какие-то серьезные лекарства, а может быть те же самые аппараты вентиляции легких, и привезти в какую-то там заштатную мутаракань, и людей по идее вылечить. Экономический вопрос. Может быть даже на данный момент он стоит даже серьезнее, чем вот этот вот идеологический какой-то там. Покажи людям, что ты их спасаешь. Мы отказываемся от победа бесе только для того, чтобы спасать наших людей. Вот это второй пункт. Третий пункт, элементарный. Вот я оттолкнулся от вероятности заражения и сказал, что подрыв боевой готовности связанный с возможностью заражения. Но есть третий, объективный, тщательно спланированный вопрос, связанный именно с подрывом боевой готовности. Потому что мы вырвали из процесса обучения, а вот меня больше всего вот это коробит, как человек, который всю жизнь занимался боевой подготовкой. Коробит, когда разбивается, разрушается, и не выполняется план боевой подготовки. Солдат обязан провести определенное количество стрельб, определенное количество учений, тактических занятий, вождений, полетов. Вот все они должны работать по определенному плану. От 1 января до 1 июля, от 1 июля до 31 декабря. Два полугодия. В конце каждого полугодия сдать итоговую проверку. Показать свою боевую готовность. Какую боевую готовность покажут войска, которые половину марта и половину апреля, то есть месяц, уже у них выскочил. Если не брать, там все безобразия, связанные с перемещениями. Сначала их эшелоном везут в один конец страны, потом эшелоном в другой конец страны. А через месяц опять их везут эшелоном в другой конец страны. Лойка Мачал начинает сначала. Вот в чем получается. Значит, выбили из процесса боевой подготовки два месяца. Два месяца. Но при этом рвут на себе рубаху. Там этот министр обороны кричит, что у нас самое опасное направление. Критическое, как он выразился на каком-то совещании. На коллегии Министерства обороны. Западное направление у нас самое критическое. Кругом враги. Значит, а два месяца вырвали из процесса боевой подготовки. Более того, вот эти люди, которые участвуют в этом шоу. Я иначе никак не могу назвать вот это все. При условии, что, по идее-то, парад должен быть посвящен, наверное, ветеранам. Ну, сколько осталось тех ветеранов? Кто будет создавать, стоять создавать вот эту картинку вот этих вот орденоносцев? Ряженые будут создавать. Будут ряженые, совершенно верно. Элементарный вопрос. Ну, скажем, бригада морской пехоты. Вот обычно участвует либо калининградская, либо мурманская. Если 400 человек увезли из нее на парад, она не боеспособна. Но раз у вас западное калининградское направление самое критичное, вы выдрали сердцевину оттуда, а на парад берут, как правило, наиболее подготовленных, наиболее физически крепких военнослужащих и наиболее опытных вот именно в военном отношении. А у вас за 3-4 часа по нормативам в случае введения военной опасности воинская часть должна выйти в район сосредоточения. Кто поедет туда? Там не будет половины механиков-водителей, наводчиков-операторов, а также той же самой пехоты. Вот вы ее выдернули, и ее не было месяц раз, и ее нет месяц два. Целенаправленно господин Шойгу, это мое оценочное суждение, подрывает боевую готовность. А подрыв боевой готовности, это что? Простите, но это граничит, наверное, с... Ну да, где-то измена Родине, вот так вот, мне кажется, да? Как это можно? Ты понимаешь, в данном случае, вот я нахожу этому только одно объяснение, почему Шойгу с такой и вместе с нашим бункерменом, жорвачным бункерменом, они с такой легкостью на это идут, по одной простой причине. Они прекрасно понимают, никто России не угрожает, никто. Но у России нет внешних врагов, только враг, засевший в Кремле, который устраивает опасность для военнослужащих, устраивает опасность для гражданского населения, сам отсиживаясь в своем бункере в скафандре. Вот и все. Вот я не вижу других источников опасности. Просто не вижу. Если вы знаете, дорогие зрители, ну покажите, напишите в комментариях, нам угрожает там Буркина-Фасо, или нам угрожает Ньяма, или нам угрожает там какая-то другая держава, там Зурумбе, Вишноре, или что-то там еще одно. Напишите. И обоснуйте свою точку зрения. Я врагов других не вижу. Самое интересное и самое главное, что при этом он ведет себя, мало того, что зная о том, что нет врагов из нормальной армии, из того, что должно быть нормальной армии, устраивает вот эти потешные так называемые войска, потешные, вот именно для потехи, как было у Петра Первого в свое время, там Семеновский, Преображенский, которые потом, правда, стали нормальными боеспособными частями. А тут чисто потешные, вот они ходят, ноги в задницу заколачивают, сейчас по Алабинскому полигону. Это не является основным содержанием боевой подготовки. Военнослужащий должен готовиться по воинской специальности. И я уверяю вас, друзья, подготовка военнослужащего по воинской специальности, это ничуть не проще и не легче, чем подготовить квалифицированного рабочего. А может быть даже при сегодняшних технических средствах, которые применяются в армии, может быть даже специалиста среднего звена. Вы понимаете, масса электроники, масса новых различных технических средств. Человек должен вдумчиво, четко, ясно овладевать всем этим. Его заставляют просто топать, забивать в задницу ноги, и при этом еще на технике сжигать огромное количество топлива и моторесурса. Потому что моторесурс, кстати, на военной технике очень серьезно берегут, он не такой большой, потому что таскать 40-50-тонные танки по площади, это очень дорого, его потом ремонтировать надо после каждого этого парада. Он для этого не предназначен. При этом еще один показатель поведения, он, как вот писали Ильф и Петров, он вел себя как сеятель, разбрасывающий денежные единицы, денежные знаки. Реально, это как пьяный человек, идущий по рынку, как киса воробьянина, шел из ресторана и разбрасывал денежные знаки, как сеятель. Просто вот это вот убивает. Плюс к этому будет парализован город на несколько дней в связи с проведением, я имею в виду Москву, в связи с проведением всех этих тренировок. Не будет ездить транспорт в центре города, и перекрыто будет все это, все эти направления радиальные, так называемые. Вот смысла никто не понимает. Более того, что к середине, вернее, к концу июня основная эта масса населения уже уедет из города по дачам, может быть, к каким-то отпускам, если разрешат какие-то направления. Уже и зрителей-то особых не... Понимаешь, я еще раз возвращаюсь к первому тезису, который я сказал вначале. Деменция. Все. Другого нет. Да, я согласен с этим полностью. В конце концов, ну вот, казалось бы, вот такая ситуация. Ну приспичило тебе, как после пачки Пургена, вот провести этот парад, ну, по телевизору. Хоть сутки его крути. Старые парады. Этих записей, как у дурака Фанциков, их много. Ну крути. Кто тебе мешает? Нет. Надо вот такое вот шоу устраивать. Ну, что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу решения Владимира Путина провести 24 июня воинский парад, а 26 июля провести шествие бессмертный полк. Мы приносим извинения за некоторую резкость, но вот эта тема победобесия, она уже реально достала. Вот просто достала. Хотя, я же как всегда напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нерашворд. До встречи. Пока.